приветствую вас на моем канале меня зовут Лилия Донскова и сегодня мы с вами поговорим о новинке пятнадцатого каталога компании oriflame это стойкие тени карандаш из серии the one unlimited и всего будет 10 оттенков невероятно классные цвета я сейчас вам покажу их каталоги смотрите что удобно то есть можно подбирать себе такие оттенки как самый светлый и потемнее как в теплой гамме так и в холодной гамме мне очень нравятся такие карандаши тем что они ими очень быстро и удобно делать макияж или например нет навыков как сделать макияж но хочется подчеркнуть глаза сделать их более выразительными тогда на помощь придет вот такие классные тени карандаш потому что у них очень удобная упаковка тонкое нанесение они не сбиваются в складках век они стойкие и не соберутся в течение дня вот в складках бывает такое у кого жирные веки мучаются то что делают красивый макияж а через пару часиков уже весь макияж собрался в складках и приходится его растушевывать или совсем убирать вот с помощью таких теней таких проблем не возникает я вам хочу показать небольшую такую эволюцию у меня вот есть четыре разных вариантов теней карандашей которые появлялись в oriflame еще серия vision у меня такой рыженький оттенок он очень старенький но я его не выкидываю потому что ну редко-редко но пользуюсь потом у меня появился такой оливковый оттенок они уже более толстенькие и я в основном ими красила вот тут внизу подводила в ресничном таком пространстве по нижнему веку мне нравится как сразу подчеркивается взгляд сейчас кстати попробуем это сделать с новыми тенями и такое невесомое покрытие то есть не утяжеляет взгляд она как бы и в то же время и есть и как будто бы и нет потому что вот эти легкие блестки они просто очаровательны потом я взяла себе недавно хрусталь это из предыдущей коллекции которая у нас была предшественницей вот новинки хрусталь очень такие прозрачные а на них здорово можно делать макияж сухими тенями потому что они идут уже как база или как основные тени можно использовать и совсем недавно у меня появился такой вот кофе карандаш который я взяла себе на замену вот этого оливкового потому что он у меня уже кончился и он старенький но я стараюсь продукции которые уже со стекшим сроком годности не пользоваться ну вот бывает что не все выкидываю вот такой кофе мне тоже он очень нравится но что я заметила я уже попробовала новинку и вы сейчас сами увидите я буду делать макияж на глазках увидите разницу чем отличается эта новинка от предыдущей коллекции давайте посмотрим как можно работать мне нужна палеточка с зеркалом чтобы поближе видеть себя вот смотрите мы берем просто тени и рисуем стрелочку то есть это как вариант легкого макияжа когда мы над верхними ресничками рисуем стрелочку начинаем тоненько от внутреннего угла глаз а потом на расширение идет и стрелочку мы уводим вверх как обычно мы делаем чтобы глазки не выглядели грустными мы стрелочку от внешнего угла поднимаем вверх немножечко и закрашиваем вот этот треугольник у меня оттенок не слишком яркий это бронза цвет его 42722 вот такой оттенок мне он очень нравится такой спокойный ненавязчивый то есть первый вариант сделать как стрелка и также можно подвести внизу смотрите я прямо в ресничном пространстве чуть-чуть дотрагиваясь чем мне нравятся еще эти тени забыла сказать они настолько невесомые так легко отдаются коже что нет никакого натяжения трения то есть вот дотронулись все они уже на месте и получается такое легкое легкое сияние если сравнить глаз без макияжа и глаз с макияжем то уже сразу видно разницу как глаз очертился стал более выразительным таким и игривым что мы можем сделать еще смотрите мы этим же карандашом прорисовываем эту складочку искусственно рисуем эту складочку века закрашиваем можно пальчиками где-то растереть здесь даже не нужны специальные кисти никакие то есть все очень быстро и просто вот так вот мы сделали немножко пальчиком где-то усилили капельку вот главное вот это местечко соединяете где у нас заканчивается нижнее веко и уходим в верхнюю стрелочку вот это местечко чтобы не осталось пустым тоже его закрашиваете вот второй вариант макияжа когда мы выделили уже более высоко зону века и получился глаз просто уже такой огромный это даже можно сказать праздничный макияж но нам не хватает светлых теней и я вам сейчас покажу как используя два оттенка вот у меня хрустали старой коллекции светлый оттенок и темный сделать просто уже классный завершенный макияж потому что я обычно макияжа использую два оттенка можно конечно и все века закрасить одним цветом но не всем подойдет такой макияж потому что например если глаза близко посаженные то нужно высветлять внутренние уголочки глаз и акцентные темные тени выводить на внешний угол и так зеркало делаем посмотрите что я делаю я прикладываю так вот карандаш легкими движениями закрашиваю вот этот участок подвижного века а потом беру второй оттенок как раз новинку бронзу и им я делаю то что мы уже делали на том глазике направо то есть мы закрашиваем вот это вот место объединяя два оттенка в один то есть они друг с другом хорошо миксуются и уже тут вы смотрите по тому как вам нравится чуть больше темного дать или чуть меньше то есть по настроению по желанию по тому куда вы собираетесь также соединяем нижнее веко прорисовываем и берем капельку опять светлого цвета и я забыла сразу это сделать объединяем внизу делаем то же самое то есть получается уже макияж немножечко более такой выразительный сияющий тоже если посмотреть вот разницу то есть я дотронулась до светлых теней вот они сразу у меня отпечатались на пальце то есть они более жирные и я заметила они не такие стойкие как вот те которые у нас есть сейчас эти тоже чуть-чуть отпечатываются но в отличие от предшественников они абсолютно легкие и невесомые то есть разница просто огромная и я ходила вчера весь день с макияжем который я сделала с помощью новых теней идеально просто лежал макияж нигде не собрались тени ничего не сдвинулось все было очень классно а что еще можно сделать если уж вы совсем прям мастер-мастер то вы берете сухие тени сейчас кисточки какие-нибудь возьму вот я например беру сухие тени кисть и из своей палетки refill возьму подходящие по тону тени такие серенькие и этими тенями можно усилить макияж потому что тени в карандаше служат отличной базой под сухие тени и так если у вас нет например праймера специального для того чтобы делать макияж тенями смотрите как круто получилось то есть они просто вот припечатываются и макияж стал еще ярче то есть вариантов масса как вы будете их использовать это конечно на ваше усмотрение но я рекомендую эти тени особенно тем кто любит делать макияж не просто реснички а макияж более такой вот масштабный потому что этот карандаш он просто универсальный пишите отклики понравилось вам или нет заметили вы вот эту разницу что вам нравится больше и если видео полезное ставьте лайк с вами была Лилия Донскова пока пока